В очередной раз приходится повторять некоторые вещи, которые являются очевидными, если просто посмотреть в правильном направлении. Общий их смысл сводится к тому, что у противника нет бездонной бочки вообще ни с чем. Ни с техникой, ни с личным составом. Для этого разберем некоторые примеры, которые легко найти в открытых источниках, и они не составляют никакой тайны. Просто война сужает поле зрения, и вроде бы однозначные вещи оказываются вне его поля. Итак, бегство противника из Киевской, Черниговской и Сумской областей было вынужденным, и это всем понятно. Но большая часть комментаторов уцепилась в формулу перегруппировки войск и сосредоточения сил и средств противника на Восточном фронте. Но на самом деле это самое восточное направление и перегруппировка войск – следствие главной причины их отступления. Именно на захват Киева были брошены отборнейшие элитные части кадровой армии противника, и в этом ни у кого нет сомнений. Как известно, планами агрессора было предусмотрено окружение и захват столицы Украины с двух стратегических направлений – западного и восточного. Западное направление оказалось более успешным, потому что Чернобыльская зона не была прикрыта войсками вообще, и никому даже в голову не приходило, что оркам хватит ума пойти именно таким путем. Но, как известно, они превзошли самые дикие фантазии и просто окопались в рыжем лесу. Проще говоря, на могильниках, где убийственная радиация действует сотни лет. Понятно, что те деятели, которые там рыли окопы, уже похоронены в свинцовых гробах, превратившись в подобие желе. Но большая часть войск просто прошла в эту брешь, схватив минимальные дозы облучения. Именно этим и было обусловлено то, что на второй день их военные уже зашли на оболонь и были сожжены на Богатырской. Это был даже не эффект внезапности, а нечто такое, что заставляет усомниться в принадлежности оккупантов не только к цивилизации, но и к виду Homo sapiens. И вот с этого момента началось то, что мы в разных вариациях наблюдаем и по сей день. Вооруженные силы Украины избрали тактику борьбы с противником, превосходящим по численности личного состава и вооружений. Между прочим, ровно то же самое происходило во время финской войны 1939-1940 годов. Финны четко отдавали себе отчет в превосходящих силах противника и выбрали тактику, уравнивая соотношение сил. То есть они начали методичное и планомерное уничтожение противника буквально всеми способами, которые были доступны. Вплоть до того, что зная особенности местности и погоды, они все устраивали так, что оккупант просто вымерзал сотнями личного состава. Между прочим, у нас тоже были случаи, когда оккупант вымерзал взводами. Желающие могут посмотреть об этом соответствующий фильм по ссылке под этим роликом, и там будет интересно не только это, но и риторика совка, включая и «ультиматум», в кавычках, которая была накануне вторжения. Это просто калька с того, как действует нынешняя Москва. Не пожалейте полчаса времени и посмотрите этот фильм, который, в частности, финны сами сделали о своей войне. Примерно ту же тактику взяли на вооружение и ВСУ. Предварительное название этой тактики – маневренная оборона. И, как теперь понятно, она позволила наносить максимальный ущерб личному составу противника. Примерно на конец второй недели боевых действий стало понятно, что идет методичное перемалывание сил и средств противника таким образом, что целые БТГ были либо полностью уничтожены, либо утратили боеспособность, понеся 40, а то и 50% потерь личного состава. И тут следует вспомнить, что задачи этой группе войск были поставлены жесткие – не просто захватить Киев, а сделать это очень быстро, чтобы Запад не имел времени адекватно на это среагировать и принять какие-то действительно существенные или тяжелые решения для Москвы. А такие задачи как раз и требовали действовать самым подготовленным подразделениям вооруженных сил. Вот их-то и бросили вперед. Что еще тут важно отметить? Большая часть этих сил сосредотачивалась на территории Беларуси, что вызывало неопределенной ситуации, поскольку не было уверенности в том, что Лука даст себя втянуть в откровенные военные преступления именно таким образом. Само же это сосредоточение происходило четко под ту же самую риторику, что и перед вторжением в Финляндию. Те, кто нашел время посмотреть предложенный фильм, найдут совпадение риторики вплоть до знаков припинания. В итоге в бой были введены десантники, морпехи и, конечно же, спецназовцы всех сортов. То есть на захват Киева было брошено то, чем Путин грозил Европе, НАТО и даже США. По их расчетам, массированное применение авиации ракет с неба и элиты войск на земле должно было обеспечить достижение всех целей всего за несколько дней боевых действий. Причем командирам конкретных подразделений было приказано не обращать внимания на собственные потери, но главное – решить поставленные задачи в отведенный срок. И вот оказалось, что из всех этих условий удалось соблюсти лишь одно – не обращать внимания на потери. А мы же помним, как незадолго перед вторжением в прессу ушли данные о развертывании госпитальной базы у границ Украины, о запасах крови и систем для ее переливания. Но буквально к исходу первой недели боевых действий пошли сообщения о том, что белорусские гражданские больницы подверг забиты ранеными российскими военными, а их морги – трупами этих самых «освободителей» в кавычках. Это говорит о том, что никакая развернутая база не смогла справиться с потоком раненых и их пришлось везти по гражданским белорусским больницам. Тот, кто сталкивался с боевым планированием, вполне может оценить, что это значит. Изначально план боевых действий предполагал определенное количество потерь, как безвозвратных, так и санитарных, ну или проще говоря, объем груза 200 и груза 300. Именно для того, чтобы отработать потери, заготавливаются средства для эвакуации погибших и мощности госпитальной базы. Атакующая сторона имеет время для того, чтобы подготовить все согласно данным боевого планирования. В таком случае отталкиваются от зашитых в план объемов потерь и дают запас, ну на всякий случай. Например, если ожидаются санитарные потери в размере 1000 человек в день, то госпитальная база должна иметь возможность принимать 1200-1300 человек в день, ну на всякий случай. Отсюда следует, что даже в случае потока раненых, превышающим плановый, госпитальная база должна вытянуть и такую нагрузку, даже превышающую то, что было предусмотрено изначально. Если же приходится задействовать гражданские медицинские учреждения, тем более не своей собственной страны, то тут уже речь идет о том, что война идет не по плану, а потери значительно превышают запланированные. Но если и гражданские больницы перегружены убитыми и ранеными, то уже ни о каком плане боевых действий речи быть не может. Напротив, речь идет о том, что план рухнул, и на поле боя идет натуральный разгром атакующих войск, а потери уже кратно превышают самые смелые ожидания военных. Но мы же помним, что это была элита элит, и именно она заполнила своими трупами и калеками упомянутые выше медучреждения. Одно время из Беларуси было опубликовано массу фото и видео, подтверждающее такое положение вещей. И это при том, что все же основная часть этих грузов шла через госпитальную базу армии оккупанта, и что делалось и делается там, публике неизвестно, зато известно самим военным. Они-то в курсе, как была в хлам порвана элита. Именно для того, чтобы полностью не потерять свои элитные подразделения и не угробить их под ноль, их и стали отводить от Киева. В общем, этот отвод вполне можно оценивать как бегство, поскольку тому есть несколько неопровержимых подтверждений. Заканчивая тему с мясорубкой, все же отметим, что в отличие от других сегментов вооруженных сил оккупанта, элита приучена забирать своих убитых и раненых, не оставляя их на поле боя. Это вполне распространенная практика, действующая в армиях всего мира. Здесь хоть как-то проигрывается в элите, поскольку остальные не имеют подобной рефлексии вообще. И тем не менее, отступающий оккупант бросил массу убитых и раненых. Такое может быть только в том случае, когда не было решительно никакой возможности обеспечить эвакуацию. А такое бывает исключительно в случае бегства. То же самое касается и техники. Элитные подразделения были укомплектованы самой новой боеспособной техникой. Новизна этой техники состояла не только в дате ее выпуска, но и в ее новых моделях, которые относительно недавно были приняты на вооружение. Нам известно, как это выглядит сейчас. А в совковые времена вся новейшая техника, идущая под грифами «секретно», а также техника связи, которая предусматривала блоки шифрования и что-то подобное, безусловно, снабжалась средствами подрыва на случай, если она может оказаться в руках противника. Даже на учениях внутри совка такая техника выходила с этой опцией. Могу предположить, что подобная практика существует и в армии оккупанта, а особенно если боевые действия идут за границей. На эту мысль наводит то, что оборонка противника до сих пор практикует производство образцов вооружений различных по начинке для собственной армии и на экспорт. Очевидно, что собственное оружие всегда имеет более продвинутые возможности, чем то, что идет на продажу за рубеж. Это значит, что какие-то узлы и агрегаты изделия считаются секретными и такими, что определенное время не должны попасть в чужие руки, пока не будет выпущено что-то новое на замену текущего изделия. И вот именно такой техники, в том числе техники связи, рэп и прочего, было брошено достаточно много, что указывает именно на бегство, а не на планомерное отступление. Любой продуманный маневр отхода, безусловно, предусматривает вывод подобных образцов техники и вооружений в первую очередь. В данном же случае это не произошло и тут совершенно не подходят оправдания в плане, бросили из-за отсутствия топлива. Если это продуманный отход, то командование должно было слить топливо с десятка танков, чтобы вывести именно это. Кстати, брошенная техника должна была уничтожаться именно штатными средствами подрыва или любыми другими путями. А кроме того, вооруженные силы Украины не просто стояли и ждали, пока эта ГДО-то уйдет за границу с Белоруссией, а продолжали крошить ее на выходе. Будь это иначе, мы бы не увидели разбитые караваны с награбленным. Это значит, что элита была уже настолько опущена, что не просто драпала, а делала это в режиме Папандопула, как мародеры. Это может показаться притянутым за уши, но все, кто в теме, могут подтвердить, что ты или элита, которая никогда не запачкается в подобную дрянь, либо мародер. Смешения этих двух понятий не бывает. В данном случае бегство элиты, а вернее добро, полученное на это бегство и снятие заград отрядов на путях отхода, свидетельствует лишь об одном. Где-то в верхних кабинетах командования армии оккупанта, где точно знают численность их кадровой армии, составили простое уравнение, где переменными были эта самая численность и реальная скорость ее утилизации. А результирующим стал срок, за который сначала элита, а потом и вся кадровая армия будет утилизирована без остатка. Ведь ошметки некогда великих десантников, морпехов и спецназовцев, бросивших оружие, трупы своих товарищей, раненых, да и просто прикрывавших их отход, уже никогда не станут считать себя элитой. Если ты стал бегуном на длинные дистанции, обвешавшись намародеренными трусами и лифчиками, ну ты как минимум уже знаешь, как ты умеешь бегать. А заместить эту элиту или всю кадровую армию нечем, поскольку на то, чтобы дойти до определенных кондиций, нужны месяцы и даже годы постоянной подготовки. Так что здесь дно показалось очень быстро, и чтобы оно не стало абсолютным, всю эту публику вынули из мясорубки и отвели назад. Ну а когда умением воевать не получается, агрессор переходит на привычные методы войны, используя преимущества в пушечном мясе и многочисленном железе. Только вот применение этих самых больших объемов пушечного мяса приводит к увеличению пропорций потерь относительно введенного в бой личного состава. Если потери элиты кратно превысили плановые, то потери пушечного мяса изначально следует планировать в других объемах, и в итоге получается то, что в сегодняшнем сообщении прессы выглядит вот таким вот образом. Процитируем. Дольше ехали, чем воевали. Южно-Сахалинская 39-я отдельная мотострелковая бригада потеряла целый батальон всего через несколько дней после пересечения границы Украины. Из 300 оккупантов выжили только 60. Ну и они вскоре пропали без вести. В остальных подразделениях 39-й ОМСБР ситуация не намного лучше. Полностью уничтожена артиллерийская батарея Геоцинт-С и реактивная артиллерийская батарея из БМ-21 Град. Конец цитаты. И ведь здесь речь идет еще не о солянке из резервистов и мобиков. Речь пока идет о кадровых подразделениях, пусть и не элитных, которые обычно ходят парадом на Красной площади предъясной оченьки. То есть даже режим засыпания противника пушечным мясом тоже дает свои сбои. Вернее, забрасывать-то получается в привычном ключе. Только вот мясо кончается со все возрастающей скоростью. Именно поэтому наши военные обнаруживают целые поляны, усыпанные трупами абхазов, сирийцев, ливийцев и прочих деятелей, которые полгода назад приехали в Беларусь на границу Польши и Литвы. Оттуда они смогли уехать своим ходом и с небольшим гонораром, а здесь они уже становятся черноземом. Но само их присутствие говорит о том, что в Москве уже видят дно своих возможностей по личному составу. И чем больше отхода идет от боевых действий в виде жмуров и коллег, тем меньше энтузиазма у населения определится в одну из этих двух категорий. Что характерно, в режиме победобесия через три недели в Москве и других местах будет представлен перформанс «Бессмертный полк». Но почему бы им не выставить на Красную площадь полк коллег, приехавших с войны в Украине без рук или без ног? Почему бы тягачами не провести хотя бы тысячу гробов на колесиках перед Мавзолеем? Вот вам и «Бессмертный полк». И тут возникает момент, который отмечают профессиональные военные аналитики, бывшие старшие чины армии США, а не бывшие конторские кроты наподобие Швеца, которые бывшими не бывают никогда. Так вот, стратегически они отмечают то, к чему не были готовы сами. Они понимают, что методы введения боевых действий, которые присущи армиям стран Запада и Московии, существенно отличаются. Они как раз и ставили ударение на том, что отсутствие умения воевать тактически грамотно Москва всегда компенсировала количеством танков, самолетов, ну и, конечно же, личного состава. И всегда этот прием срабатывал. Да, потом все удивленно смотрели на список потерь и задавали себе вопрос, как такой ценой можно достигать довольно скромных целей. Но это непонимание возникает из представлений людей, живущих в демократической стране. За такие результаты войны их правительство и генералы сели бы либо на пожизненное заключение, либо на электрический стул, а в авторитарной стране на это всем наплевать. И беспрецедентно высокие потери там никто не считал чем-то неприемлемым. Мы же с вами знаем, бабы еще нарожают. Главное же, что такой метод военных действий всегда был результативным. И вот в Украине он впервые явно дает сбой. То есть в СУ нашли эффективное противоядие против того, что на Москве всегда считали неберущейся подачей. Об этом швец не расскажет. Он смещает акценты, подтасовывает факты, дает неизбывающиеся прогнозы и делает то, что обычно делают опытные конторские. Занимает место в мозгах думающей публики, чтобы та перестала думать критически. Хотя его безапелляционный тон предполагает, что лично он командовал не батальоном или полком, а как минимум дивизией или армией. Самое же смешное в этом то, что и Швец, и Путин полководцы и военные эксперты в кавычках одного и того же разлива. А потому забавно смотреть, как один критикует другого, будучи тем же самым по своей сути. Хотя чувак никому не навязывает своего мнения, и каждый туда приходит по собственной воле и слушает эти конторские конструкции собственными ушами. Но глядя на все это, всегда возникает вопрос, как из старого анекдота, перефразировав концовку которого, можно сказать так. Это уже срач? Нет? А когда же будет срач? Тем не менее, настоящие американские военные пишут о том, что вооруженные силы Украины подобрали ключи к российской тактике введения войны в режиме Брутал Форс, суть которой сводится просто к формуле «Да, мы воюем хуже, но нас в разы больше». Так вот, наша армия показывает, что нашла способы утилизации живой силы и техники противника, многократно превышая не численностью, а умением. Так, есть различные данные по потерям противника, но мы склонны доверять данным именно в ИСУ, просто потому, что этот порядок цифр подтверждается двумя способами. Первый из них относится к потерям личного состава противника. И наши считают эти потери, исходя из реалий боевой обстановки. Ведь очень часто получается так, что после того, как сгорает бронетехника противника, внутри машины не остается вообще ничего. Там выгорает буквально все, что может гореть, и оплавляется то, что не горит. Ну, проще говоря, останки экипажа или десанта внутри машины можно установить только по образцам ДНК и то с большим трудом, чего никто делать в принципе не станет. Ну, раз нет останков, то нет и объективных оснований включать их в статистику. Но ведь бойцы, которые только что сожгли машину, видели, что она едет и стреляет, а сама она этого не могла сделать. И это говорит о том, что кто-то управлял там этим, например, танком и кто-то целился или стрелял. Значит, никто не увидит останков экипажа, но вот только что он там был и активно действовал. Поэтому в нашей статистике это отражено, а в западной нет. И потому мы опираемся на данные ВСУ, поскольку они ближе к реальности. Именно эти данные дают соотношение потерь в среднем один к восьми. А это уничтожение или то самое перемалывание сил противника, о чем мы писали неоднократно. То есть ВСУ вполне успешно реализовывает план утилизации пушечного мяса, которым нас закидывает противник. В таком режиме и главное на постоянной основе не работала ни одна армия мира. Именно поэтому американские военные так накинулись на опыт нашей армии. Но и это еще не все. Наши военные успешно работают не только в условиях численного преимущества личного состава противника, но и делают это без массового применения тяжелого вооружения, где противник тоже рассчитывал на превосходство в численности. И тут возникает второй фактор, на который опираемся и мы, и серьезные военные аналитики Запада. Он относится к потерям техники противника. В отличие от личного состава, потери железа посчитать гораздо легче, но поскольку в большинстве случаев от уничтоженной техники остаются заметные материальные останки. И вот без двух дней два месяца широкомасштабного вторжения уже стоили противнику 838 потерянных танков и 2162 единиц другой бронированной техники БТРов, БМП, БМД, бронеавтомобилей, да и другого барахла. Вместе с танками это уже почти 3000 единиц. Опять же, заметим, в самом начале широкомасштабного вторжения в бой были брошены новейшие образцы техники, либо недавно выпущенные, либо с последними модернизациями, например, с прицельными и навигационными комплексами для танков и другой бронетехники производства французского концерна ТАЛОС. Огромная часть этой техники, которая была наконечником бронированного копья агрессора, уже утилизирована. И опять же, это все произошло при несопоставимых количественных характеристиках вооружений. Наши военные не просто выигрывают на классе, но и на новом построении тактики военных действий, которые изначально закладывают количественное преимущество противника. Примерно то же самое происходит и с авиацией. 176 уничтоженных самолетов и 153 в основном ударных вертолетов это просто феноменальный показатель. Причем все это, плюс баллистические крылатые ракеты, сбивалось комплексами ПВО, которые противник называл бесполезными против его новейших образцов техники. И тем не менее, под нож пошли их расхваленные Су-30, 34 и 35. Туда же ушли их ночные охотники и аллигаторы от вертолетов. Эти потери никуда не денешь. И теперь всем очевидно, что Москва просчиталась в своих планах и получила войну, которая эффективно утилизирует ее армию, причем с невероятной в новейшей истории скоростью. И вот вчера пришло сообщение о том, что вооруженные силы Украины уже превосходят противника по численности танков и вообще бронетехники. Наша система ПВО ближнего и частично среднего радиуса действия по своей плотности превосходит противника и тут он тоже почувствовал дно своей бочки. Ну а с их флотом происходит то, что заставляет остальной мир переоценить место вооруженных сил Московии в этом мире. Наши военные просто казнят их кораблей. А после уничтожения флагмана Черноморского флота крейсером Москва даже аргументов Контра не осталось. Кстати, наше командование официально заявило о том, что спасение экипажа Москва остановилось на отметке 58 человек. А остальные пропали без вести, как говорят. В сети появились радиоперехват из крейсера в момент его погружения в пучину. В гости к флагману прилетели именно две ракеты, ну и слегка там пошалили. И теперь понятно, что заместить этот корабль нечем и морячки тоже дружно грибанули по дну бочки. Да, это не значит, что Москва уже не имеет ресурсов для ведения войны. Она их закидывает и закидывает, но это уже не те ресурсы, что были в самом начале. А потому и расход их идет в ускоренном темпе. Все это заставляет партнеров вносить свои коррективы как в программу помощи Украине, так и в свои планы ведения боевых действий с противником. Какой-то экзистенциальный страх перед ним начинает отпускать. И всем становится понятно, что бить его можно и нужно, а эффективность этого бития может быть запредельной. Ну и плюс к тому санкции делают свое дело и по дну начинают скрести российские миллиардеры. Да, им еще есть что покушать, и они еще не перешли на известное блюдо с горчицей, но этот натюрморт говорит о многом. В общем, помним, что нам завещал Горький Лук. Все те необратимые процессы, которые уже запущены, и то дно, которое показалось у помойной федерации, как раз и обусловлено тем, что мы действуем в нужном ключе. И этому не смогли помешать ни я, ни лохи, ни ермаки, ни арестовичи, ни верещучки, ни заподляки. Дно у противника уже совсем рядом. И теперь путинское окружение торгует ядерным арсеналом, поскольку больше торговать нечем. Всем уже понятно, что остальная армия будет утилизирована в Украине, а ее ошметки окажутся небоеспособными на ближайшее десятилетие. А это может быть лишь в одном случае. Там тоже поняли, что бездонной бочки уже нет. нечем. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова